Сейчас основной смысл русского сопротивления – это прямое действие. В эпоху войны, в эпоху Буча и Бородянки прошло время для каких-то танцев с бубнами до круга муниципальных округов, прошло время для каких-то масштабных антикоррупционных расследований, хотя они тоже, конечно же, нужны, но они больше не могут быть главным способом каким-то медийным. Я видел трупы, обгоревшие в Буче, и это максимум уже того, что можно знать о Владимире Путине. Уже считать его яхты и десятки комнат в дворцах в высшей степени бесполезно. Мы уже видим такое дно ада, что по сравнению с этим любая коррупция в известной степени только отчеловечивает этот режим. Уже все. Необходимо прямое действие, необходимо сопротивление. В эпоху войны нужно воевать. Вот я предельно понятно, мне кажется, изъясняюсь. И есть люди, мы видим эти искорки, охватившие Россию тьме, которые, идя на сумасшедший риск, совершают вот эти вот акции, пытаются этот механизм, машинерию войны остановить. Необходимо, с моей точки зрения, сделать повсеместное понимание того, что это единственный путь сейчас, на данном историческом этапе, что люди, которые осуществляют акции прямого действия в отношении вереволочных пунктов, так называемой российской армии, которые делают акции прямого действия в отношении военной инфраструктуры этого режима, это и есть оппозиция. Вот оппозиция сегодня выглядит вот так, и никак иначе. Все остальное можно какие угодно форумы проводить, все это прекрасно. Иногда это похоже, правда, на третью часть фильма «Неувольные мстители», да, про российскую эмиграцию. Ну, пускай проводят, да, но это не главное. Это не главное. Главное – это вот эта вот сеть зарождающаяся. И я хочу, чтобы правозащитники понимали, что пленные в ходе этой борьбы – это подозаприченные, безусловно, что это и есть оппозиция и сопротивление. Я хочу, чтобы, скажем так, незасвеченные какие-то люди в России, чтобы, ну, если у них есть какой-то потенциал действовать, чтобы они хотя бы свои усилия применяли грамотно и в соответствии с историческим моментом. Скажи, пожалуйста, понимательно, про финал. Это такой факел. Да, факел такой. Да, скажи, я вот внимательно прочитал то, что у тебя пишется. Еще раз скажу, что мне очень понравилось, мне было очень близко твое СМИ, и поэтому я без зазрения совести предлагаю еще раз нашим зрителям зайти на сайт «Послезавтра.io» и подписаться в Телеграме на канал «Послезавтра». Действительно, вы не пожалеете, там яркие тексты. Но вот эти вот яркие тексты, они очень разноплановые. Получается, там есть тексты, которые уходят вообще в какую-то ультраправую сторону, есть тексты, которые уходят в какую-то ультралевую сторону. Вот такая эклектика, которая, наверное, была свойственна и нацболом когда-то. Насколько ты считаешь ее сейчас оправданной? Ведь вот эти вот левые группы и правые группы, они друг друга не любят очень сильно, борются часто друг с другом. Ну и для простого человека непонятны вот все вот эти вот противоречия и разборки. И является ли это попыткой их каким-то образом примирить и поставить на одну доску? Ну, скажем так, тут безусловно можно найти какой-то такой след и идейное влияние газеты «Лимонка» и в целом с английской идеологией. Но я бы, честно говоря, не преувеличивал. Когда команды собирались и думали над этим сайтом, мы предполагали, что будут упреки, что вот старый нацбол, чего его не заставить делать, он будет делать, условно, газету «Лимонка», как каждый русский делает автомат-калашник, чтобы он не делал другое. Но мы осознанно обращаемся и к ультралевой, и к ультрафравой среде, и причины, по которым мы обращаемся к этим средам, они иные, чем были в свое время не запрещенные, не существующие на славу Башевской партии. В 90-е годы Лимонов пытался на полном среде слепить идеологию, такую право-левую. У нас сейчас такой задачи вовсе нет. И не будет, и это неинтересно, и несвоевременно, и никогда больше не будет, наверное, своевременно. Потому что современная Россия – это уже не та веймерская Россия, там, по-все, Ельцина. Нет, мы обращаемся и к тем, и к другим, чтобы вдохновлять тех, и к других. Если для ультраправых интересно почитать про какую-то белогвардейскую женщину-воительницу, которая в левую кавалерийской атаке шла во время ледового похода 18-го года, мы дадим такую возможность. Левакам интересно почитать про радикальный терроризм, почитают про это. Но главное здесь… Мы же понимаем, кто сейчас занимается прямым действием в России. Там, конечно же, есть разные люди, в том числе, которые себя никак не артикулируют идеологически. Но две самые весомые группы – это леваки, причем такого анархистского, скорее, да, анархо-коммунистического склада, то есть не догматики, комсомольцы, да, а вот такие бойцы-партизаны. И это ультраправые ребята. Вот они борются сейчас. Это медиа для них. Это медиа для них. Мы хотим показать, что мы стоим немножко над их былыми схватками, да, субкультурными. И мы хотим их приучить к тому, чтобы они перестали думать друг о друге, как о врагах, хотя бы на этом историческом этапе. Разумеется, там обоими этими, так сказать, крыльями, да, обоими силами много ран нанесено в прошлом друг к другу. И, наверное, это не забудется. Убитые есть и с той стороны, и с другой. Мы помним все эти истории, все эти кейсы на любых годах. Но сейчас время противостоять тотальной тьме, такому ГУЛАГу, который, придя, раздавит всех. И, в общем-то, нужно на какое-то время, скорее всего, на долгое время забыть старые субкультурные разборки. Они сейчас абсолютно уничтожены. Субтитры создавал DimaTorzok